Многие школьники и студенты сейчас готовятся сдавать экзамены. А вот пользуются ли они шпаргалками или полагаются только на свои знания, расскажут красноярцы. Рукописные, ну, на экзамены делали, чатные. А что вы там писали? Прям весь, весь, всю, всю информацию? Нет, только самое главное. Сомневаешься, да. И которое может забыть в неподходящий момент. Ну, раньше в прогалке были бумажные носители, трубочки, так сказать, разные. Ну, а чатных использовали или так? Редко. Редко? Учился хорошо, прогалки редко использовал. А как вот так вам, ну, вы прямо им воспользовались, и как удалось тайно достать, чтобы вас не заметили? Никак не получилось доставать, потому что было такое напряжение, волнение, и было очень страшно на самом деле. Так как-то, ну, есть на это какие-то способы, то есть, ну, прикалываешь шпаргалку, и все, и смотришь. А когда, ну, было так, что учитель вас там, я не знаю, замечал шпаргалку, выгонял? Да, было такое. И какой, что он сделал за это? Да ничего, мы обошлись каким-то просто диалогом о воспитательных целях. Ну, вы после этого перестали пользоваться, или? Нет. Нет, к сожалению, нет. В наше время, что, телефон, ну, телефон самая обычная шпаргалка, самая действенная. Просто смотря, как прятишь и как пользуешься. В моем национальном пункте это было невозможно, потому что везде стояли камеры, металлоискатели и так далее. Было сложновато, как бы, списать, и поэтому я не рисковала. Только основываюсь на своих знаниях. Шпаргалками никогда. Я всегда все честно решаю, все, чтобы, ну, сам решаю, в общем. Как их делали? Много способов. И причем, чем и изысканнее, тем лучше шпаргалка. А какой самый вот изысканный способ? Самый изысканный – это выучить предметы и рассказать. Никогда преподаватель не догадается.